Здравствуйте, меня зовут Светлана. И вот приходит к нам постепенно холода. Световой день у нас начинает уменьшаться, и наши курочки перестают хорошо нестись. Что нам надо сделать в этой ситуации именно на сегодняшнее время года? Надо добавить световой свет нашей птице. Для чего мы это сделаем? Для того, чтобы птица чувствовала себя лучше, в прохладной вот в эти дни, в сумрак, как вы знаете, темнеет рано, а темнота не есть хорошо для нас и для нашей птицы. Добавим свет. Световой день у птицы на сегодняшний момент должен быть 12-14 часов. Там уж смотрите сами, как вы будете подстраивать, будете днем выключать свет или нет. У нас стоит датчик автоматический, но в пасмурную хворую погоду свет у меня в курятнике стоит. Наша птица не видит в темноте, даже в полутемке. Вот почему они, как только начинает солнце садиться, они бегут бегом на нашествие, потому что в полной темноте она вообще ничего не видит. И будет датчикаться где-то здесь, по двору, не зная своего места. Свет включается у нас в 6 часов утра, выключается в 8 часов вечера. Птица должна отдыхать. То есть нельзя нарушать покой птицы, свет все-таки в курятнике не должен гореть круглосуточно. Если в большие морозы свет я и оставляю полумраком, но это совсем маленькая. Например, вот сейчас зелененькая лампочка, которая просто полумрак, потому что в сильные морозы, и когда морозно, без света, но как-то зябко. И зябко нам, и нашей птице. Почему нельзя без света? Свет проникает через роговицу глаза нашей птицы и запускает правильные гормоны, которые влияют на нашу с вами яйценосность. Конечно, ленька, само собой, она уже сейчас туда-сюда завершается, но все зависит от состояния птицы, от возраста, от здоровья, от условий погодных, в котором в регионе вы живете. Но надо досвечивать. Досвечивать ярко нам нельзя с вами. Берем обыкновенную маленькую лампочку, энергосберегающую. Им надо, чтобы был полностью не яркий свет, а полутемок. Яркий свет почему нельзя? Начинается расклев. Расклев это грозит и цыплятам, и большим курам. Что нам дает свет? При свете запускается весь организм в работу. То есть начинает хорошо работать иммунная система. То есть хорошее оперение, здоровая птица и яйценосность. Еще, когда света мало, плохо формируются цыплята. То есть плохо созревает, начинается половое созревание. Они начинают отстывать в росте. Это знают те, кто держит бролеры, например, в зимнее время в сараях. В зимнее время я бролеров не увожу. Цыплят с цыплятами тоже мороки много. Так что в этом году зимой я ничего не буду уводить. Вот лигорна вывели два года назад. Но климат у нас все-таки суровый, сырой. И на этом остановились. Когда мало света, наши птицы начинают оснащаться наши скорлупа яйца. И нам надо сделать все-все, что возможно. Например, у кого некоторых нет света на участке или на дачных участках нет света. Теперь есть специальные аккумуляторные лампы. Сейчас много всяких инноваций, которые можно применить безопасно в нашем курятнике. У меня курятник не обогревается. Только в сильные морозы я включаю им инфокрасную лампу. Точечно. То есть одна лампа на один у меня курятник. Но за счет того, что поголовье все-таки средне-большое, они сами себя согревают. И сейчас, в этот момент, надо сделать упор на то, чтобы наша птица хорошо перереняла и подготовила себя к зиме. Так что днем можете выключать свет. Вот сейчас, например, мы здесь. Свет выключен, так как в сарае более-менее видно для курочек. Главное, чтобы они нашли свои гнезда и смогли сесть, вынести там спокойно свое яичко. Тогда птица будет хорошо нестись. Ей будет более комфортно. И более комфортно, вернее. Ну вот, мы пришли в сарай. Видите, вот эта лампа у нас только включается, когда инфокрасная, и когда мы пытаемся снять, как вы знаете, солнца нет, все-таки полутемок. Так, у меня горит сбоку такая же лампочка, и вдали горит светло-зеленая. Сейчас я вынесу на улицу, покажу лампочки. Все, больше ничего. Светодиодные большие мы тоже не используем лампу. У меня вот есть инфокрасная лампа, которая включается утром для дезинфекции. И еще свет светом, но не забываем все-таки о санитарии нашего курятника. Я много раз об этом говорила. Ну, каждый поступает по-своему. Но мы каждый день чистим помет с этих, с поддонов с наших. Я сразу же обрабатываю. Можно как-то предотвращать. Все-таки, когда заболевание уже началось, вылечить его тяжело. Но куры мои не дают нам разговаривать. Я в сарай, они в сарай. Я на улице пятики начинаю тарать. Как только увидели, что я готовлюсь что-то говорить, вот они. Девочки мои несутся. Вот, смотрите, вот теплые яички прямо только-только что взяли. Вот, постепенно кто-то в леньке, кто-то несется, кто-то еще не сформировался. Потому что тут было два выводка. И поместные, и ливенские. Но все постепенно начинают нестись. Ну, вот, смотрите, вот такой датчик света. Их сейчас очень много вариаций. Ставится время, и он сам включает свет и выключает. Вот такие лампочками я пользуюсь. Они хорошо долгоиграющие, как говорится. Это вот у меня стоит в конце сарая. Я, чтобы был полутемочек, когда холодно, когда сильные морозы. Или такая вот пасмурь. И мы ушли, например, на работу, чтобы птица зашла в сарай и чувствовала себя комфортно. Вернее, я в своем хозяйстве делаю все, чтобы им было хорошо. Ну, действительно. Но все-таки, как без света, тоже плохо. Я говорю, как есть сейчас много разных лампочек. Можно все это как придумать. Было бы наше желание. Не забываем еще раз. У нас должна с вами быть здоровая птица. Потому что многие спрашивают, что делать, когда процесс уже запущен, и птице уже осталось один-два дня. Тут ничего не сделаешь, ничем помочь я не могу вам. И еще много вопросов спрашивают, почему моя птица не несется. Ну, не могу я так вам сказать. Ну, почему ваша птица не несется? Я могу только предположить. Я же не вижу ваше ведение хозяйства. Я же не вижу, чем вы ее кормите. Какая у вас птица вот на самом деле. Я кормлю два раза в день, утром и вечером. Могу чуть-чуть их вот отвлечь, что-то посыпать, чтобы, как говорится, они мне не докучали. Но это или просто, или вот сегодня купили мелкое-мелкое семя. Сейчас наша с вами задача сохранить здоровье, помочь птице перелинять, дать ей белок и кальций, чтобы у ней была возможность нас радовать зимой яичками. Вот видите, они у меня поели, кормушки у меня пустые. Там где-то что-то, может, на дне остается. Они все это потом доклюют. Это он мастер Грея. Так как птица большая, ей требуется чуть больше, как говорится, корма, чем легорном. Но им всем хватает. Сейчас ждем, средство придет для линьки оперин. Мне понравилось средство. Надо завершить линьку легорной, потому что легорной им все-таки два года. Они все-таки сейчас тяжеловато оперяются. Молодки, даже вот мои молодки, которые были в том году выведены, как говорится, деревенские, они лучше все равно оперяются. Легорным надо помочь. Мы поможем. И не забываем белок, кальций. Будут вопросы, задавайте. С удовольствием вам отвечу. Спасибо. Спасибо.